всем привет и добро пожаловать на мой канал меня зовут аля и в сегодняшнем видео я хочу показать вам два образа на выпускной один будет более такой резкий более темный а второй точно также яркий тоже темный но с более нежными цветами если у вас выпускной в школе или университете или просто у вас какой-то праздник какой-то вечер то этот макияж отлично подойдет для какого-то вечернего мероприятия так что если вам интересно то давайте начнем и первое с чего я начинаю это наношу базу под тени это база от мак в свете со покор я просто наношу довольно таки толстым слоем на все 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 века помощью тени самой близкой к моему цвету кожи я закрепляю нашу базу простой пушистой кистью далее с помощью кисточки уже чуть-чуть поменьше я набираю вот такой вот серо-коричневый цвет я прорабатываю складку века но не иду слишком высоко легкими движениями руки не слишком прижимаю кисточку к веку дальше нам понадобится черный карандаш каяль у меня это карандаш от lancome чем отличается от простого водостойкого карандаша тем чтобы очень легко растушевывать и он не засыхает в отличие от водостойкого я рисую как будто бы стрелку не очень аккуратно потому что далее мы будем ее сейчас растушевывать помощью кисточки плоской мы берем эти тени и тянем их наверх виску и создаем форму кошачьего глаза в уголок глаза добавляем еще немного карандаша далее я буду наносить вот такую белую тень и она отдает немножко таким фиолетово-голубым я вам тоже советую взять какую-то тень с перлом утром который будет отдавать каким-то оттенком чтобы это красивее переливалась на фотографии но мы не идем выше складки века то есть концентрируем внимание на подвижном далее я беру кисточку карандаш и еще раз прорисовываю более точно коричневым цветом складку века далее я беру черную подводку это подводка tessence очень ее люблю и рисую стрелку только без хвостика можно сказать то есть прорисовываю внутреннюю часть глаза далее опять же с помощью черного карандаша каяль я прокрашиваю внутреннюю слизистую и верхнюю и нижнюю и мой вам совет не бойтесь прокрашивать нижнюю слизистую очень часто даже когда я крашу своих подружек они просят пожалуйста только не прокрашивай слизистую на самом деле поэкспериментируйте если у вас есть время и попробуйте накрасить но накрасить не просто нижнюю слизистую но растушевать и таким образом если сделать правильно если правильно накрасить слизистую то это только визуально увеличит ваши глаза и ни в коем случае их не уменьшат. Вы сейчас сами все видите, насколько более эффектно будет выглядеть макияж с прокрашенным нижним веком. С помощью вот такой маленькой кисточки я беру фиолетовый цвет из вот этой вот палетки от Nars. И на самом деле, чем мне нравится этот макияж, то, что вниз вы можете положить любые тени, зеленые, красные, синие, какие вы хотите. Ну, так как у меня уже на глазах тени, которые немножко переливаются таким сине-фиолетовым, и так как я, в принципе, в черном, я буду брать синий цвет. Если вы в каком-то ярком платье, вы можете взять и нанести на нижнее веко цвет вашего платья, что сделает ваш образ еще более выразительным и интересным. И я наношу его на нижнее веко, растушевывая вместе черный цвет. Можно близко крестничатой линии. И далее мы поправляем то, что у нас уже накрашено. Я хочу нанести все тот же белый цвет немножко на нижнее веко в уголок глаза, чтобы визуально его расширить. Также хочу дорисовать уголок глаза подводкой и таким образом тоже увеличить глаз, то есть я немножко выхожу за контур самого внутреннего уголка. С помощью чистой кисти я немножко перемешаю все тени, подправлю места, где плохо растушевались тени, и потом можно наклеивать ресницы. Я уже наклеила ресницы за камеры, потому что я в принципе очень плохо их клею, и на камере все еще хуже. Это ресницы от Феллур, и возможно они слишком пышные, но мне нравятся. Если вы предпочитаете более натуральный лук, то тогда используйте более натуральные ресницы. Дальше я приступаю к оформлению лица. Я не буду показывать это во втором образе, объясню все в этом. И сначала я наношу консилер, это консилер от Maybelline, от глаза, на нос, на лоб и на подбородок. Также корректируем корректором форму нашего глаза, еще больше подчеркиваем кошачий глаз. Наверное, выглядит, что его очень много, на самом деле это довольно тонкий консилер, и так как я растушевываю бьюти-блендером, он еще немножко его съест. Приступаем к контурингу, и я буду использовать карандаш от Smashbox, который вы могли видеть в моем последнем видео о покупках. Я наношу его на скулы, и на самом деле это не контур, это скорее бронзер, он более желтого оттенка, но наверх я пройдусь еще сухим скульптором, более холодного цвета, чтобы его немножечко разбавить. Да, этот макияж получается довольно-таки плотный. Я говорю, это макияж на особый праздник, на особый вечер, для помещения, где будет темно. Надо это учесть, так же если у вас мероприятие проходит днем, то я советую вам все-таки использовать поменьше консилера и контура. Далее я немножко закреплю бронзер с помощью вот этой холодной тени, которая почти закончилась из палетки от Anastasia Beverly Hills. И важный шаг после нанесения консилера, это еще раз немножечко растушевать нижнее веко, совсем немножко, можно на кисточке почти ничего нету, просто смешать границы. И теперь приступаем к пудре. Пудра это очень важно в этот день, чтобы не быть жирным, как блинчик на фотографиях. Я использую пудру от Ben Nite в цвете Cammy. И просто наношу ее на Т-зону. Если у вас более кожа жирная, то советую вам сделать бейкинг в этот день. После того, как мы нанесли пудру, наносим тушь, обязательно не наоборот, потому что иначе ваши реснички станут белыми, вы успеете отпечатать их у себя на консилере. Я использую вот эту тушь от Clinique, она называется Chubby Lush. Далее, конечно же, хайлайтер. Я буду наносить вот такой хайлайтер от Nars в цвете Albatross, и он немножко дает золотым, хотя, если честно, я бы предпочла для этого макияжа все-таки более серебряный хайлайтер, но у меня такого нету. Хайлайтер будет очень красиво отсвечивать на фотографии, так что советую вам его нанести. Далее я крашу губы, и так как у нас уже акцент на глазах, помаду я беру мюдового цвета, вернее, это карандаш от MAC в цвете Oak, и я обвожу ему губы, немножко выходя за контур, чтобы визуально их увеличить. И чтобы сделать цвет еще немножко более светлее и молочнее, я беру помаду от Anastasia Beverly Hills в цвете Milkshake. Мне очень-очень нравится цвет этой помады, но, к сожалению, формула не очень хорошая, в принципе, как у всех помад этого оттенка, поэтому если наносить ее в одиночестве, то она ужасно сушит губы. Подводим губы кисточкой с консилером. И это все, наш первый макияж готов. Так, давайте перейдем ко второму макияжу. Так, я замазала все глаза консилером. Здесь у нас это будет базой, потому что Paint Pot нам пригодится в другом деле. Точно так же закрепляем консилер с помощью тени, самой близкой к нашей коже. Я использую ту же самую тень. И далее с помощью кисточки-карандаша я наношу бежево-коричневый оттенок на складку века. И теперь с помощью тонкой угловатой кисти мы будем рисовать новую складку века. Я буду смешивать вот этот оранжево-коричневый цвет вместе с темно-коричневым. Рисуем тонкую-тонкую линию, которую позже мы будем растушевывать. Эта линия должна быть чуть выше настоящей складки века. И потом с помощью кисточки-карандаша я очень-очень аккуратно растушевываю эту линию, делаю ее менее четкой и поднимаю вверх. Далее я беру кисть для консилера и беру Paint Pot от MAC. И мы будем рисовать с вами новое подвижное веко. Чуть-чуть больше, чем оно есть на самом деле. Я беру его кисточкой. И в этом деле надо быть достаточно аккуратно и смотреть, чтобы глаза получались одинаковые. Я рисую ровно до той черной линии, которую мы рисовали с вами только что. Далее с помощью вот такой маленькой кистью я еще больше акцентирую внимание на этой линии. Я беру почти черные тени, темно-коричневые, и прохожусь по контуру. Теперь я буду закреплять этот Paint Pot светлыми тенями. Я, наверное, возьму самые обычные бело-желтые тени. Вы можете сделать их золотыми, если вы хотите. Какой цвет вам угодно. Или наоборот серебряными. Если у вас не нависает века, то вы можете нарисовать стрелку так, чтобы она не соединялась с этой черной линией. Но если у вас глаза такие, как у меня, тогда мы рисуем стрелку, которая будет доходить ровно до этой черной линии нашей новой складки. С помощью подводки от Essence я также создаю новый внутренний гологлаза, то есть прорисовываю его чуть-чуть ближе к носу. Подвижный век у меня небольшой, стрелку я стараюсь сделать максимально тонкой. Далее я черным цветом прорисовываю слизистую. С помощью маленькой кисточки я набираю коричневого цвета и рисую нижнее веко. И также немножко во внутренний угол глаза я нанесу белого цвета. Я наношу немножко светлых теней под бровь. И прохожу пушистые кисточки по границе, чтобы еще раз все хорошенечко растушевать. Это ресницы от Huda Beauty номер и Жизель номер 1. Они более легкие, чем предыдущие, поэтому... Ну вот и все. И второй макияж тоже готов. И помаду, я думаю, оставлю ту же самую. Кстати, отличный двойник помад от Anastasia это вот эта помада от NYX в цвете Каиро. Мне даже чем-то нравится она больше, особенно по консистенции. Вот этот макияж такой более женственный, наиболее нежный. В зависимости от вашего наряда вы можете накрасить красную или фиолетовую помаду. И в принципе все. На этом я буду заканчивать это видео. Пишите обязательно внизу, какой макияж вам больше понравился и какой вы бы накрасили на свой выпускной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. И, конечно, увидимся с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok